Вангелия Гуштерова, жившая в прошлом веке, самая цитируемая провидица, предсказание которой часто расшифровывают в угоду правящему режиму, веяниям в политике или настроениям народа. Сейчас только ленивые или абсолютно безразличные ко всему не обсуждают то, что Ванга говорила про Владимира Путина, Россию, ее место на международной арене и внешнеполитическую концепцию. Верить Ванге или нет – личный выбор каждого. Однако следует помнить, что пророчества Ванги носят иносказательный характер, поэтому ответственность за это лежит на тех людях, кто берется расшифровывать туманные слова провидицы. Те люди, кто встречался с болгарской провидицей лично, отмечают одну особенность в поведении Ванги. Образы, приходящие в видениях, она передавала, как видела. И, как правило, без какой-то логической связи. Общалась Ванга иносказательно, а события, о которых она говорила, существовали в ее голове одномоментно, так что прошлое и настоящее и будущее сливались в единую картинку. Она и сама не всегда могла точно определить, свершилось ли это видение или его место в будущем, не говоря уже о тех людях, что подбирали шифр к ее словам и могли неверно истолковать время. Исследователи феномена Ванги думают, что само понятие времени для нее было условным. Поэтому те, кто считает, что все предсказания провидицы знамениями из будущего, на самом деле ошибаются. Так советский предсказатель Валентин Сидоров в своей книге «Людмила и Ванга», изданной в 1992 году, вспоминает, как-то зашла речь об институте, в котором я работаю. Это бывший дом Герцена на Тверском бульваре. Ванга говорит, вижу рядом с ним монастырь, но никакого монастыря здесь даже рядом нет. Выходит, Ванга ошиблась. Но вот до революции по соседству с институтом действительно располагался Страстной монастырь. Предсказания Ванги нередко касались России, ее духовной и политической жизни, а также лидеров СССР и России, приход к власти которых она предвидела с поразительной точностью. В 1979 году Вангелия напророчила нового правителя государства, имеющего судьбоносные значения для всего Советского Союза. «Войны не будет», – речь шла Третья мировая. «Через шесть лет мир изменится. Старые вожди уйдут с политической арены. Им на смену придут новые. Новый человек появится в России». Именно через шесть лет в 1985 году лидером СССР стал Горбачев. Борису Ельцину также были предсказаны десять лет правления страной. Все эти события – свершившиеся факты, которые легко проверить. Но так ли точна Ванга в предсказаниях, которые касаются нынешней политической ситуации страны? И кого она видела в роли ее лидера в наше время? Некоторые исследователи относятся к пророчествам, предрекающим России процветание во времена правления Владимира Путина. Это следующие слова Ванги. «Нет силы, которая смогла бы сломить Россию. Россия будет развиваться, расти и крепнуть». При этом Ванга уточнила, что это не она сказала, а святой Сергий Радонежский. От себя пророчица добавила. «Все растает, словно лед, только одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути. И не только сохранится, но и станет властелином мира». Светлана Кудрявцева, упомянувшая это высказывание болгарской провидицы в своей книге «Феномен ясновидящей Ванги», уверена, что слова не нуждаются в толковании. Однако некоторые авторы считают, что такие прогнозы подлежат обязательной расшифровке. Так, Виктор Светланин, автор статьи «Ванга предсказала России Путина», предлагает понимать творчество так. В 1979 году, когда Ванга озвучила свои видения относительно будущего России, никто не знал, что Россией будет править президент. Высказывались версии об учении Владимира Ленина, либо о влиянии распространенного князем Владимиром христианства. И все же есть основания полагать, что речь шла о будущем правителе Владимире, который сделает Россию властительницей мира. В подтверждении этой версии Виктор Светланин приводит еще один прогноз Ванги о знаковом правительстве Путина, который в июле 2016 года опубликовал еженедельник «Тайн XX века». Ее слова звучали так. В России появится новый руководитель. Он будет править очень долго. Страна начнет восстанавливать бывший Советский Союз, но в другой форме. Славянские государства, которые на некоторое время отвернутся от России, позже снова примкнут к ней. Россия не свернет с пути реформ, которые приведут к росту ее силы и благоденствия. Если верить предсказаниям Ванги и трактовщикам, то именно Владимир Путин приведет Россию к процветанию, объединить все славянские народы, и россиянам станут завидовать все страны мира. Да будет так. Однако, к сожалению, в России доверие народное к любому правителю непостоянно. Об этом говорил и вышеупомянутый Сергий Радонежский. Стоит только в возу с хлебом запоздать, и братья возлюбленные не верят князю ни на час. Стоит только временно оскудеть кошелю, и братья достойные и избранные, готовы променять чудесную благодать на чужой грош. Еще и скажут, что-то угодники твои оскудели, ибо и днем, и ночью им нужна не благодать, а благоденствия тела.